МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Курганру в студии Натальи Чеменева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексей Кокорин 10 февраля посетил Белозерский район. Одним из пунктов в его маршруте стала детская консультация, которую накануне открыли в бывшем инфекционном отделении Центральной районной больницы. Учреждение рассчитано на 105 посещений в смену. На капремонт потратили более 3,5 миллионов рублей из областного бюджета. На эти средства полностью заменены системы отопления и вентиляции, электропроводка, окна, двери, приведены в порядок стены и пол. Наполнительно отремонтировали флюорографический кабинет. Сейчас здесь работают кабинеты участкового врача, педиатра для приема здоровых детей, прививочная регистратура, две санитарные комнаты. Здесь было детское инфекционное отделение. В каком состоянии здесь все находилось, конечно, было крайне ужасающее такое состояние. Было принято в то лишь время решения просто ремонт детского инфекционного отделения. Но в процессе сделана была корректировка. Сейчас больные размещены в другие отделения. Здесь сейчас находится детская поликлиника, оборудована полностью по всем требованиям. То есть отдельный вход для здорового, для больных и детишек. Посмотрели кабинеты. Оснащено специалистами, педиатрами и соответствующими врачами. То есть все здорово. И то, что дети и жители Глазерского района на сегодняшний день имеют возможность проходить обследование в таких хороших условиях, это, конечно же, скажется в перспективе на уровень заболеваемости. То есть, конечно, на снижение. Потому что профилактические мероприятия не всегда стоят в оговоре угла. А дети – это смысл нашей жизни. Поэтому было принято такое решение. И мне очень приятно, что все сделано вовремя, качественно и достаточно так с душой. Также губернатор региона встретился с руководителем района Виктором Терехиным. Разговор двух глав шел о вопросах социально-экономического развития. Собственные доходы районного бюджета в прошлом году составили 64 миллиона рублей, что больше почти на 2% уровня 2014 года. В планах на 2016-й увеличить объем пассивных площадей и провести аукцион на ремонт спортзала в детской юношеской спортивной школе села Белозерское. В этом году на эти цели из регионального бюджета будет выделено около 8 миллионов рублей. Проектно-сметная документация уже готова и прошла экспертизу. Речь также шла о ходе отопительной кампании. По словам Виктора Терехина, в районе в штатном режиме работает 36 котельных, для которых запасено необходимое количество топлива. Валерия Мельникова, Александр Карпов, информационное агентство Курганру. Наш эфир продолжит рубрика «Печатный вестник». В субботу, 13 февраля, в 8 часов 45 минут утра, губернатор Курганской области Алексей Кокорин примет участие в прямом эфире телепередачи «Наше время» на телеканале «Россия». Позвонив по телефону прямого эфира 44 92 57 с 8 45 до 9 30, можно будет задать вопрос непосредственно главе региона. Вместе с ним на вопросы зауральцев готовы ответить заместители губернатора, руководители органов власти, курирующие социальную сферу и ЖКХ, а также представители администрации города Кургана, которые еще час после окончания программы будут отвечать на звонки. Поступившие вопросы на телефону 8 352 2 42 92 0 42 91 90 42 91 91, на которые не успевают ответить в ходе программы, будут обработаны. И в соответствии с действующим законодательством на них будут даны письменные ответы обратившимся. Поэтому при звонках не забывайте называть фамилию и адрес. Кроме того, начиная с 11 февраля задать вопрос главе зауралья можно в специальном разделе «Задай вопрос губернатору» на официальном сайте правительства Курганской области. Газета «Новый мир» печатает материал от первого лица. Алексей Кокорин, надо работать честно и профессионально. В преддверии дня рождения Курганской области губернатор встретился с журналистами издательского дома. Каким был для зауралия 2015 год, что ждет экономику области, как пройдут выборы депутатов Государственной думы, об этом и многом другом глава региона рассказал в интервью изданию. Мы рассчитались по заработной плате, привлекли новых инвесторов, открыли несколько новых производств на территории области, заявил губернатор. Говоря о высшем образовании, глава зауралия заявил, нужно качественно взаимодействовать с нашими вузами, так как без совместной работы невозможно готовить квалифицированные кадры, которые в перспективе останутся в Курганской области и займутся ее развитием. Алексей Кокорин поделился и достижениями в спортивной работе. По итогам 2015 года Курганская область заняла второе место в Российской Федерации по организации физкультурно-спортивной работы среди регионов с населением до миллиона человек. Такого не было никогда. Сегодня газета «Курганы-курганцы» отмечает свое 25-летие. Событие не городского даже, регионального масштаба, поэтому журналисты к своему юбилею разместили статью «Патриотизм по-киковски». Они пишут, что «Курганы-курганцы» сегодня – один из городских брендов, узнаваемое и влиятельное издание. У нас есть преданные друзья, мы знаем, что некоторые из них сегодня открывают любимый Кик в 3600-й раз. За 25 лет команда Кика, конечно, обновившаяся уже не раз, ее редакторы кое-чего добились. Кроме главной газеты, мы выпускаем несколько информационно-рекламных приложений. Нужные вести, которые, кстати, ровно через год отметят свое 20-летие. Кик на даче, кик на диване. В связи с кризисными явлениями приостановлен, но не прекращен выпуск автомобильного приложения в свете фар и журнала «Резидент». Мы издали несколько презентационных книг. Кроме того, журналисты Кика стали авторами не менее десятка собственных книг. Следующая неделя будет насыщенным массой мероприятий, которые пройдут в районных городах области. О них расскажем в рубрике «Афиша». В Макроусовском районе 17 февраля в рамках Дня проведения молодого избирателя пройдет районная олимпиада по избирательному праву среди учащихся старших классов. 18 февраля день открытых дверей в территориальной избирательной комиссии. 19 февраля глава Макроусовского района проведет прием почетных граждан. Владимир Кизеров в дружеской беседе за чашкой чая расскажет о текущих делах и планах на будущее. Почетные граждане в честь 92-й годовщины образования Макроусовского района получат на память фотографию и кружки с надписью и символикой Макроусовского района. 15 февраля в районном доме культуры Китова клуб «Ветеран» устроит познавательную программу, посвященную творчеству Сергея Есенина. 17 февраля в КГСХ соберутся студенты на соревнования по лыжным гонкам. 19 февраля на стадионе Китова стартуют соревнования по лыжным гонкам среди муниципальных образовательных учреждений. С 20 по 23 по району в домах культуры пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. А 20 и 21 февраля в деревне Патронная – Кубок Курганской области по автомобильному кроссу на легковых автомобилях. Первый этап. 19 февраля в школе-интернате Лебяжье работники музея проведут спортивную программу, веселые старты среди старших классов «Здоровому все здорово», приуроченную к юбилейной дате спортивного комплекса сдачи норм ГТО. В этот же день в рамках месячника по оборонно-массовой спортивной работе пройдут чемпионат Лебяжьевского района по волейболу среди мужчин, открытый турнир по пулевой стрельбе среди учащихся образовательных учреждений. 21 февраля на базе Дома детского творчества состоится собрание молодых семей Подкова, где пройдет игровая программа с викториной по военной тематике среди семейных пар «Папа может все». 19 февраля в рабочем поселке Мишкино намечен День Патриота. В его рамках пройдут такие мероприятия, как военно-патриотическая игра «Зорница», конкурсная программа «А ну-ка, парни!», встреча с представителями военного комиссариата «Кем я стану, чтобы Родине служить». 15 февраля в Петуховском районе запланирован День памяти героев-интернационалистов. В связи с этим событием в школе номер два специалисты Центральной библиотеки готовят классный час с просмотром документального фильма «Не гаснет памяти свеча». Вспомним товарищи мы Афганистан. Так называется встреча воинов-интернационалистов с молодежью города, которая пройдет в день вывода войск из Афганистана. А в читальном зале детской библиотеки оформлена книжная выставка «Сегодня ученик, завтра избиратель», на которой расположены материалы, представленные территориальной избирательной комиссией Курганской области. 17 февраля пройдет конкурсная программа для детей в Центре культуры. Наши парни молодцы! 16 февраля в киноконцертном зале «Кола» Сальминева пройдет концерт коллектива в художественной самодеятельности. 18 февраля районный фестиваль патриотической песни «Родина, честь, слава». 19 февраля праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. В Шатровском районе предстоит неделя патриотической книги «К истории через литературу». 16 февраля в Центральной библиотеке состоится заседание клуба молодого избирателя «Мой выбор». 18 февраля в Шатровском филиале Курганского технологического колледжа пройдет конкурсная игровая программа «Будем в армии служить». Краеведческий музей готовит информационную программу «Здравствуй, хлебушек душистый». На нее ждут гостей 19 февраля. 19 февраля спортивный комплекс «Каргополе» собирает на областные соревнования по гиревому спорту среди юношей и девушек 2002 года рождения в зачет 2-й спартакиады спортивных школ Курганской области. 20 февраля в Шумихинской Дю США стартует областной турнир по русским шашкам, посвященный памяти Чеканова. 15 февраля в 12.00 в Курганской областной филармонии состоится торжественное собрание, посвященное 73-й годовщине образования Курганской области. В холле гостям будет организована выставка продукции промышленных организаций. 16 февраля Курганский областной госпиталь для ветеранов войн проведет мероприятие, посвященное 27-й годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан, а в Управлении культуры подведут итоги областного смотра конкурса «Кино детям за Уральем». 18 февраля областной детско-юношеский центр открывает конкурс военно-технических моделей оборонной направленности, посвященный 135-летию со дня рождения Константина Ворошилова. 20 и 21 февраля индустриальный колледж города Шадринска принимает зональные соревнования по волейболу среди женских команд в зачет 20-х областных сельских игр «Золотой колос». Кумир 80-х, любимец женской половины страны, певец Виктор Салтыков дал концерт для курганской публики. Наша съемочная группа встретилась с певцом и узнала, в чем секрет настоящей популярности. «Кони в яблоках, кони серые, как мечта моя, кони смелые, качат сокою, да по времени, а я маленький и без времени». Своё выступление любимец советской публики Виктор Салтыков назвал «30 лет на сцене». В его карьерной копилке бешеная популярность в музыкальных группах «Мануфактура», «Форум» и «Электроклуб». Несколько десятков хитов, в разные годы возглавившие вершины хит-парадов. И хотя в последнее время певец практически исчез с экранов телевизора, он продолжает радовать поклонников своим творчеством. «Мне кажется, что этого достаточно, что у меня есть. А внутри моей жизни всё происходит, как и происходило. Много гастролей, много поездок, хороший коллектив мне музыкальный. Играет иностранный, приглашенный музыкант, очень все здорово. И я, скорее, получаю больше удовольствия, чем я раньше получал». В Курган Виктор Салтыков приехал в рамках гастрольного тура. Посмотреть на кумира своей молодости в один из клубов города пришло большое количество человек. Программа оказалась насыщенной, а певец подаваться исполнил «Белую ночь», «Кони в яблоках», устроил дискотеку и даже дуэтом спел с поклонницей. Признаётся, что рад собирать абсолютно любые залы, ведь самое главное – понимать, что вся работа проделана не зря. «Для молодых мы, да, уже, как немножко, так сказать, перевёрнутая страница и то. Когда на концерт приходят, они открывают от себя глаза по-другому. Приходят с мамами там большое количество, и они такие раз-сразу. И когда ты после приезжаешь домой и открываешь просто инстаграммы, ютюбы, и ты видишь конкретно, как люди пишут, какие у них совершенно другие, открываются глаза, они на тебя смотрят с другой стороны, это очень приятно. И ты думаешь, значит, ты делаешь всё не зря. Общаться со своей публикой музыкант очень любит. Об этом говорят без труда сделанные с поклонником памятной фотографии, объятия, рукопожатия. А зрители, в свою очередь, отвечают благодарностью за то, что подарил целую эпоху в их молодости. Юлия Пастухова, Александр Менчиков, Людей Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру». Впереди программа, которую подготовили для вас корреспонденты «Курган.ру». Парламентская неделя и удачи на даче. Я с вами прощаю, всего доброго. Это программа «Парламентская неделя» в студии Елена Шевкунова. Здравствуйте. У депутатов областной думы закончились зимние каникулы. Первые комитеты начали свою работу уже на этой неделе. О самых важных вопросах, за решение которых взялись народные избранники, узнаете из нашего сюжета. На заседании комитета по социальной политике были рассмотрены вопросы здравоохранения и работы библиотек. Члены комитета во втором чтении рассмотрели законопроект о здравоохранении в Курганской области. Отмечалось, что здоровье является важнейшим нематериальным благом, принадлежащим человеку. На сегодняшний день возникла необходимость в принятии нового комплексного закона, который будет определять вопросы регулирования здравоохранения на территории Курганской области и меры поддержки медицинских работников. Законопроект особенно актуален для Курганской области, учитывая необходимость обеспечения медицинскими кадрами, отметила председатель комитета Елена Воронович. В продолжении медицинской темы члены комитета рассмотрели предложение областного департамента здравоохранения о внесении изменений в федеральное законодательство, касающееся фельдшеров. Елена Анатольевна, как именно человек, относящийся к сфере здравоохранения, немножко скорректировала в каком направлении, потому что фельдшера у нас, скажем, делятся там, есть свои тоже категории, будем так. Средние медицинские работники включают достаточно большой раздел специалистов. Комитет попросил доработать и выйти с более конкретными предложениями, потому что, понятно, определенные суммы, они предусмотрены, все сделать невозможно, поэтому хорошо, что департамент здравоохранения отреагировал очень быстро, да, в течение трех дней, поэтому вопрос детально проработан. Кроме того, депутаты рекомендовали областной думе принять изменения в закон о ежемесячном пособии на ребенка, которое предусматривает с 1 января его увеличение на 7%. На сегодняшний день в области данное пособие получает 67 114 человек. Напоследок члены комитета заслушали информацию правительства области об исполнении закона о библиотечном деле и познакомились с успехами и проблемами 586 библиотек за Урали. Больше всего народные избранники заинтересовались сохранностью и наполнением краеведческого фонда. В свою очередь, комитет по бюджету рассмотрел давно назревший вопрос об эффективном поддержании сельхозкооперации на селе. На его обсуждение депутаты пригласили директора Департамента экономического развития Сергея Чебыкина, представителей финансового управления, департамента агропромышленного комплекса, а также глав Половинского и Лебяжевского районов Армена Хачатуряна и Александра Брача, а также заместителя главы Шадринского района Андрея Касовских. В июне прошлого года правительством РФ определены условия получения грантов на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов. В начале февраля текущего года соответствующее постановление было принято и правительством Курганской области. В современных рыночных условиях организация работы по созданию и развитию системы сельхозхозяйственной кооперации на территории нашей области становится особенно актуальной. Дмитрий Фролов подчеркнул, что работа над законопроектом должна пройти таким образом, чтобы членам сельхозкооперативов можно было рассчитывать на грантовую поддержку уже в начале весенних полевых работ. Также состоялось заседание комитета Курганской областной думы по экономической политике. Его провел председатель Евгений Кофеев. Первым опросом члены комитета рассмотрели изменения в региональные законы, которые направлены на обеспечение социальной защиты граждан преклонного возраста, являющимися собственниками помещений в многоквартирных домах. Если человек старше 70 лет и имеет в собственности квартиру, ему будет получать компенсацию в размере 50%. Если человек старше 80 лет одиноко проживает в квартире, в многоквартирном доме, будет получать компенсацию в размере 100% от взноса капитального ремонта. На сегодняшний день в Курганской области насчитывается 24 тысячи ветеранов, имеющих право получать субсидию. Для этого расходы областного бюджета ежегодно составят 31 миллион рублей. Народные избранники рекомендовали областной думе принять законопроект в первом чтении. Работа депутата помогает решить много проблем. С какими задачами столкнулся Борис Шалютин, узнаете из следующего сюжета. Группа граждан обратилась к парламентарию с просьбой решить вопрос о материнском капитале. У нас существовала мера поддержки. Это материнский капитал, выплачиваемые средства областного бюджета. Уже буквально у кого-то за месяц до родов, у кого-то за несколько месяцев до родов эту меру поддержки отменили. Мы обратились к Борису Соломоновичу. Он был одним из инициаторов поднятия вопроса в Курганской областной думе. И в результате вопрос был решен положительно. Сегодня они пришли высказать благодарность народному избраннику. Уважаемый Борис Соломонович, примите глубочайшую нашу признательность за вашу помощь и содействие в решении нашего вопроса. В наше время не часто можно встретить именно деятельных депутатов, которые помогают не гипотетически, а на деле реально помогают. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Мне очень приятно, что удалось в данном случае достичь результата. Борис Шалютин помог и в решении другого вопроса. Несколько лет жильцы дома по адресу улица Отдыха 44 испытывали недовольство от бездействия своей управляющей компанией. Я обратилась к Борису Соломоновичу с просьбой. Мы не могли никак. Очень плохое обслуживание дома. Дома 17 лет, но он у нас уже, можно сказать, в аварийном состоянии. Такая трещина по дому. В общем, я всех и все обошла. Только слов нет. Большое спасибо за помощь. Мы перешли в другую компанию. Депутат с помощниками помог в организации собрания жильцов дома. Для такого рода собраний проблема номер один, с которой все начинается, это обеспечение кворума. Вот именно обеспечение кворума мы взяли на себя. Ну и в известной степени помогали в ходе самого этого собрания. Абсолютное большинство жильцов высказались категорично за то, что необходимо поменять управляющую компанию. Ну и были произведены соответствующие голосования, заполнены соответствующие протоколы. Ну и, как Надежда Александровна сказала, с 1 марта этот дом должен перейти в другую управляющую компанию. На этом я прощаюсь с вами. До встречи на следующей неделе и хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Если вы давно мечтаете о собственном загородном владении, но так, чтобы природа рядом, огород с помидорами, сад с крыжовником и теплый, уютный дом, так вот, если вы все еще мечтаете о строительстве, так сейчас самое время. Быстро, качественно, недорого. Из любого материала на основе типового или индивидуального проекта дом вам построят не джек, а за Уралстройкомплект. В своей работе мы используем исключительно мировые передовые технологии. Наша команда, команда нашей организации – это исключительно профессионалы, люди полностью и всей душой отдающие себя своему делу, делу строительства. Потому что строительство дома – это достаточно серьезный этап в жизни каждого человека, в жизни каждой семьи. И именно поэтому, понимая это, мы стараемся сделать все, чтобы строительство не стало проблемой, не стало головной болью для заказчика, а только приносило ему положительные эмоции и оставляло положительные впечатления. За Уралстройкомплект построят дом из бруса, кирпича или же газобетона. А еще специалисты выполнят ремонтные и отделочные работы объектов гражданского или промышленного строительства. Почему вы решили выбрать для строительства своего дома именно эту организацию? Ну, об организации «За Уралстройкомплект» я узнала по отзывам своего соседа Андрея. Ребята строили ему дом, а так как я тоже уже планировала строительство, то я тоже обратилась в эту организацию. Ну, до этого я обращалась в различные организации, но когда поговорила с руководителем городских Александром Андреевичем, то сомнений у меня вообще-то не осталось. Ну, производит впечатление человека профессионала своего дела, который за свои слова отвечает. Сразу же мне предложили на выбор несколько проектов, которые устраивали вот именно меня в моей ценовой категории. А закупку, доставку материалов осуществляла сама организация. Вот, скорость выполнения работ также меня приятно удивила. Я только ходила и наслаждалась процессом всего происходящего, а все остальное сделала организация. Я очень довольна. Итак, если вы хотите провести лето уже в своем загородном домике, то задуматься об этом нужно сегодня. Все подробности вы можете узнать в офисе компании или по контактному телефону. Но, как известно, мало дом построить. Крепка та крепость, которая надежно охраняется. Мы узнали, где в Кургане вам помогут решить этот вопрос. Компания предоставляет качественные и недорогие услуги. Установка видеонаблюдения, контроль от доступа, электрификация. Компания поставляет клиентам только лучшее оборудование напрямую от ведущих производителей, как зарубежных, так и отечественных. Отсюда и цена одна из самых низких в Кургане. Специалисты компании всегда, как говорится, держат руку на пульсе новейших технологий. Поэтому можете быть уверенными, что получите только актуальное оборудование и программно-технические решения. Защитить вы можете не только свою квартиру или загородный дом, но и офисное помещение. Расскажите, чем занимается ваша компания? Снасдача нашей компании удовлетворить потребности потребителя в безопасности и контроле. Установка видеонаблюдения, сигнализация это позволяет. Если я, как клиент, хотел бы воспользоваться вашими услугами, например, поставить видеонаблюдение или подключить сигнализацию, что мне для этого потребуется? Просто позвонить по телефону 556110 или приехать к нам в офис, объяснить потребность, которая у вас есть. Мы в течение часа выезжаем на объект, смотрим, прикидываем, сколько нужно материала, сколько будет работа. В этот же день мы перезваниваем, согласовываем с МЕТУ и работаем дальше. На данном объекте мы поставили 4 камеры наружного видеонаблюдения. В стандартах HD высоким качеством картинки 2 мегапикселя. Данная система позволит нам пересечь полностью периметр и захватить все слепые зоны и возможные точки вторжения злоумышленников и жуликов в целью ограбить эту дачу. Мало того, на этом объекте, после того, как сойдет снег, мы поставим систему видеонаблюдения. Сегодня стал очень популярным доступ к системе видеонаблюдения через интернет. Таким образом, вы можете в любое время со своего смартфона или планшета посмотреть, что происходит дома или в офисе. Если же вы пользуетесь услугой полной установки охранной системы, то в компании «Инженерные сети» вам помогут подобрать частное охранное предприятие и заключить с ними договор. Спокойно лишь в том доме, который надежно защищен. В компании «Инженерные сети» будьте уверены, что ваш дом будет в надежных руках. Магнит Косметик 29 февраля. Филармония. Витас. Я подожду еще чуть-чуть. «Климат-45» нас радует опять. Открылся новый магазин на Пушкино-91. Газовые котлы, обогреватели, кондиционеры, водонагреватели, системы водоподготовки. От «Климат-45». Телефон 62-22-25. 7 апреля. Филармония. Диана Арбенина и ночные снайперы. Презентация новой программы «Выживут только влюбленные». Я буду ждать тебя. Телесемь представляет. Купономания в Кургане. Выстригайте купоны со страниц любимого журнала и получаете скидку на самые актуальные товары и услуги нашего города. Купономания в Телесемь. Выгодно читать. Интернет-магазин «Столплит» представляет. Мебель по традиционно низким ценам. Комод «Терра» всего за 2 990 рублей. «Столплит». Доступная мебель. Уважаемые предприниматели, если ваш бизнес идет ко дну, наденьте спасательный жилет. Чтобы надуть жилет, резко потяните за колпачок. Поддуть жилет вы можете через клапаны поддува. Но лучше подайте объявление на точках приема рекламы. Времена меняются, точки работают. 28 февраля. Областная филармония. Легенда отечественной эстрады. Непревзойденный. Валерий Леонтьев. Антикризисный курс смехотерапии от Сергея Дроботенко. Никакой торговли, а? Вообще попадалово. Курган. 13 февраля. ДК машиностроителей. 4 марта. Курганская филармония. Вика Цыганова. С программой «Приходите в мой дом». Билеты в кассах филармонии. Телефон 42-62-16. Здравствуйте. С проносной погодой вас знакомит Ольга Новикова. Антикризисный курс смехотерапии от Сергея Дроботенко. 13 февраля в 17.00 в ДК машиностроителей. Успейте купить билеты. Справки по телефону 46-09-81 и 46-22-22. 4 марта на сцене Курганской областной филармонии состоится концерт яркой и неподражаемой Вики Цыгановой. Накануне международного женского праздника певица представит программу «Приходите в мой дом». Настоящий музыкальный фейерверк из популярных хитов и, конечно же, новых песен. А теперь о прогнозе синоптиков. В субботу синоптическая ситуация в Заурале обусловится влиянием слабовыраженного атмосферного фронта. Он спровоцирует облачность и незначительное выпадение снежных осадков. Температура воздуха окажется на 8-9 градусов выше своей климатической нормы. В Екатеринбурге минус 3, минус 5. В Челябинске минус 4, минус 6. Без существенных осадков. В Тюмени минус 1, минус 3. Возможно, небольшой снег. В Кургане облачно с прояснениями. Возможно, небольшой снег. Ветер северо-восточный 3,8 м в секунду. Температура воздуха минус 6, минус 8. В нем в Кургане облачно с прояснениями. Не исключен слабый снег. Ветер восточный 3,8 м в секунду. Температура воздуха минус 3, минус 5. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм штутного столба. 13 февраля солнечная активность умеренная. Геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok